2 октября я сейчас приехал вот здесь на такой парковку с байдаркой моей здесь у дамбы спереди где-то километра два находится деревня но имбир где моя сестра живет я у нее ночевал сейчас приехал вот на эту дамбу сейчас могу здесь немножко разогреться на стоячей воде или сразу пойти уже на такой action где вода хорошо как говорится по порогам идет шумит тут вы конечно вот начинается на большинство сейчас вся до следующего города порт сам будет идти километров 15 мне примерно кажется и мне надо торопиться потому что сейчас уже пол второго и должен поторопиться чтобы успеть вон там небольшой заповедник такой вон страус гуси все такое вот сейчас покажу немножко дамба такая деревянная с крышей интересно это в америке может быть такие есть но вообще-то это старый стиль таких уже не видно мне кажется это единственная здесь такая дамба мы здесь вчера катались на велосипедах с пацанами я искал место где лучше спуститься здесь а пороге специально для рыб чтобы рыба поднималась по течению здесь вот так вот поднимается вверх здесь хорошо вот на лодке спустит это поплавать так потренироваться тихая вода стоит а вот дальше начинаю немножко нервничать потому что там и хорошие пороги камни но я не перевернусь может намочусь но не повернусь сегодня я также одел неопреновые носки потому что здесь вода холоднее здесь родниковая вода и может быть холоднее и поэтому взял чтобы не мерзли ноги потому что здесь течение еще вода горная чистая и холодноватая сейчас надо посмотреть где спуститься наверно там через кусты спущусь туда и пошел время нельзя терять надо будет торопиться потому что с береги там будет еще дамбы 3 может маленький может большие точно не знаю но будет на быть преодолевать в этой деревне потом за ней еще может быть пару штук будет и до города порция на посмотрим как доберемся здесь торопиться я спустился к воде немножко страшновато потому что я одел еще этот чехол потому что и здесь будет точно пороги брызги чтоб меня не мочила я дел чехол скажем где-то я буду сухой вода не будет в лодку попадать но проблема если я где-то перевернусь а мне будет тяжело вылазить потому что она крепко на резине сидит и единственное здесь только вот скидывать ремни вот здесь придется ремни скидывать так вот вниз и вылазить через него так вот но будет не очень удобно также я шлем взял шлем чтобы друг об камни где-то опрокинет об камни потому что здесь везде камни если опрокинет то надо защищать единственное что плохо на локе у меня ничего нету трогаемся трогаемся птичка смотрит на меня скажет что за дурак там плывет о я боюсь 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 страшновато пошли 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 пошел пошел если так будет продлеваться все то хорошо но немножко у меня очко то что вот это вот вот резина защитная здесь а я за нее немножко очкую вдруг где-то этот как в тюрьме можно сказать сижу конечно в сухом но зато опасно не знаю как чё я думаю здесь не будет во первых здесь не глубоко я могу рукой этой веслом опереться если будет мне где-то опрокидывать я могу опереться здесь сбоку вот растягнулась эта деревня до речки пару домиков на меня кто-нибудь посмотрит наверно скажешь дурачок плывет но не знаю я не думаю что я здесь единственный плаваю я думаю что здесь люди плавают поэтому посмотрим пока дамбы хорошо она вода скапливается и можно потом хорошо плыть здесь вроде бежать опять так же я могу здесь сейчас прям перелезть через эти доски и здесь спустить водку дальше плыть здесь хорошо здесь вода пахнет растения цветут тут а пахнет вода свежая холодная прямо сейчас вот тут вот будет пару камней но мне кажется это застряну здесь потому что видно уже но мне здесь нравится здесь я прямо идеальная природа так но мы надеемся что не будем застревать но я вижу же камни на немножко разгон взять я проберемся 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 фу немножко прошли нам чтоб меня лодка не треснула то и прям местами слышно аж трескает это не надо стоит это мелко а руки мерзнут холодно как одни ты как там южнее где вода уже ширину набрала и остыла а я нагрелась а фу это жарко не будет блин вода холодно прям как зимой в воду трогаешь прямо ну да она здесь родника родникова везде с гор спускается здесь у нас черный лес может быть мы на крайне черного леса поэтому здесь вода холодная ну и чистая вот смотришь воду и все видишь камни водоросли рыбка бегает в этой чистой воде еще возится водится форель здесь ее можно увидеть у меня времени нету наблюдать за рыбой надо плыть и торопиться маленькую змейку видел значите змеи водятся о будет приключение даже не знаю может вылезти может пройду посмотрим мы берем хотя можно сюда взять взять так сперединая дамба будет опять можно немножко расслабиться у меня уже начинает согреваться здесь вода хоть и холодная что возит скалы прямо здесь чувствуешься все прям как в горах здесь скалы прям рядом с тобой такие под пять метров вода прозрачная здесь спокойно здесь где-то полтора метра я дно спокойно хорошо вижу вон скалистое дно немножко водорослями покрыто так здесь сходит подходит боковые горные речки а говорит о том что вода будет усиливаться и речка будет становиться больше потихоньку так здесь мель подходит мне вода толкает толкает вода мне на берег кайфово железная дорога проходит который идет туда вглубь вглубь шварцвальда проехал я железную дорогу дамба вот получается вся вода как почему-то уходит сюда канал а это канал если посмотрел по карте он уходит там под здание под какой-то короче не могу там на лодке плывать не смогу получается мне сейчас придется лодку тащить тут я не смогу плыть не знаю сколько метров я так посмотрел по карте может быть метров пятьсот и и сейчас по густам тащить здесь придется я такой конечно не ожидал но ничего прогуляемся метров сотню минимум прошел сейчас вперед попробую здесь поплыть может получится надеюсь больше не будет такое и ну вообще-то удобно вот я сейчас меня прыгнуть носках хожу не холодно терпимо и когда ходишь конечно согреваешься терпимо как говорится хоть если уже 2 октября но погода повезло посмотрим пробрался опять метров сто по камням и вот выходит из фабрики вот канал сейчас вода уже поднимается не можно уже дальше плыть я думаю сейчас все будет дальше плыть вот фабрика выпускает канал боковой и вода опять поднялась а я метров 200 по суше прошел и теперь можно плыть надеюсь так будет все продвигаться деревня ноенберг уже началась у нас так здесь что-то булькает это большие рыбы водите глыбоко нифига себе сразу так глыбоко неплохо когда солнце солнце отражает сильно не видно глубину зато тепло зато не холодно когда ходишь по воде ногам не холодно а когда садишься в лодку они уже не работают и становится как говорится холодно ноги мерзнут к сидишь вот так и сбоку еще приходит канал вот мне течение тесет все с этого момента река увеличивается достаточно и вот мы видим теперь рыбку в саму будем уток шагать так я здесь немножко к стенке поплыву чтобы у меня солнце не слепила и камеру не слепила и вот мы сейчас будем продвигаться дальше но ниже будет еще одна дамба где-то сейчас через метров 500 я так думаю будет дамба если по прямой смотреть там где-то у меня сестра вверху живет на горе самое хорошо что тепло о внизу это каменная камни лежат какое-то дно здесь спуск к воде может быть лодки спускают тоже катаются туда я зайду в тенек чтоб не привлекать внимание хотя у меня яркая лодка красный на всем глаза кидается так Продолжение следует... 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 Неужели течение пошло? Сейчас будут камешки. Ух ты как здесь, как здесь окрутят. Клево-клево. Вот и такое я ожидал. Движение хорошее. Так, идем наверно здесь сбоку, здесь глыб же. Здесь глыб же, давай, глыб. О, там камень, обойти его надо. Вау, круто. Вот теперь я получаю кайф. Во, что это пошло? А, спереди дамба. Как я думаю, что это последняя дамба. Все, я почти покинул. Сейчас после этой дамбы я покинул поселение. Вот у меня последняя дамба, и мы пошли. Скорость. Так, 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 смотрим, где, где, где пройти. Где пройти? Да везде можно пройти. Везде шанс наткнуться на камень. Нифига себе. Какие здесь джунгли. Велосипеды стоят. Вот вверху тропинка. Мы по этой тропинке уже ездили вдоль этой речки. Ой, нифига здесь глыбок, а до двух метров. Какая здесь темень. Тропинка такая опасная на велосипеде. Кто не может равновесие держать, может свалиться. Это у меня уже, наверное, шестая или седьмая дамба, я не знаю. Пару километров проехал, и вот дамба у меня такая вот. Спускаюсь здесь, спускаюсь туда, и дальше еду. Как-нибудь сейчас проберемся здесь. О, нормально. Нормально. Камень, камень, не надо. О. Давай, где поглубже, где поглубже. Давай, давай. Надо, где искать, где поглубже, а иногда теряешься. Не знаешь, куда, влево-вправо. Фу. Спотел. О, нифига себе, сбоку, что там еще. Какой-то приток сбоку. Вот, что-то песка много. Песок приносит. Откуда? Нифига, один песок здесь. И вода сразу мутная какая-то. Вон, сразу мутная вода какая-то пошла. С песком. Я теперь камни вообще не вижу. Ох, как она пошла. Ох, как цепляет, блин. Прям как на якорь садишься. Тут до этого я проскакивал, а в этот раз на якорь. Ох ты, вот это я люблю. О, какие волны. И, кажется, заворачивает. Когда закончу, я вам покажу, почему я иногда непредвиденно так вот торможу, останавливаюсь. Сейчас пока это будет секрет, наконец, моего путешествия. Поплыву на речке. Да нет, по речке вообще я спортом занимаюсь. Я смотрю на природу. И я вот это вот третье еще занимаюсь этим третьим делом. Такой азарт. Азарт появляется. Уж ты, уж ты. Клево, клево, клево. Вот это мне нравится. Вот это мне нравится. Я кайф ловлю. Вот это мне нравится. Можно когда-нибудь повторить даже здесь. Лучше после дождей пройти. Здесь вода поднимается. Потому что когда дожди шли, здесь вода выше была. Не знаю, насколько, но там ниже после порции она на метр поднималась. Если здесь поднимется на метр, то уже большинство камней мне не грозят. Процентов 10, потому что я сегодня... О, сел. О, остановился прямо под мостом. Круто. Сел на остров. Как прикольно на этой лодке можно сесть на остров просто. Так, ну связаем. Парканулся. Нафига себе. Как это удобно, лодки. Главное, это на камне мох был такой, и он как-то тормозит. Лодка, конечно, не царапает, но он прям как этот тормоз. Прямо вух, я сел и сижу. И вода мне не может это двинуть никуда. О, кайф, 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 кайф. Только поменьше камней всяких. О, нифига себе. Такие ступеньки. Такие ступеньки создают только камни большие. Какие-то такие валуны огромные. Булдыжники такие. По полтонны, наверное, лежат здесь местами. Давай-давай-давай-давай. Тут вроде больше воды. Давай-давай, идем, не цепляем, не цепляем. Идем-идем, нормально. Ух-как, ух-как. О, такой... О, нифига себе. Обрадовался я. Налетел опять на такой камень и успел соскочить. Блин. У меня мурашки, а гусиная кожа. Такой азарт прямо я получаю на этих волнах. Ух ты, вот это кайфок. Так, вот такая бы вода была, ну, почти все время. Я бы кайфовал бы. Камень, камень. О, нифига себе. Камера аж вернула в сторону. Я его поздно заметил. Блин. Не надо отвлекаться на камеру, блин. Я болтаю и отвлекаюсь. Спереди вроде еще пару видно выглядывать. Потому что волна кидает тебя на камень, и тебе тяжело вырулить. Вот камень сбоку, справа. Обходим его. Так. Где здесь? О, здесь я мелко, здесь могу сесть. Ооо. Я кайфую прям. Я не могу. От радости кайфую прямо. Когда мне такое течение несет, офигеть. У меня же пока я там по камням лазил, я скучать начал. А здесь прям кайф ловлю. Опа. Зацепили немножко, но ничего. Прошли. Опять сел немножко. Они, видите, покрыты мхом, эти камни. Так, мне сюда, наверное, здесь поглубже. Вот сюда, вот на эту сторону. И рулим, 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 рулим. А то сейчас... Ооо. Активно, активно, активно идем. Вон, трасса гоночная. Когда-то я тут тоже лихачил. А теперь на лодке лихачил. Конечно, штраф не получу. Ооо. На лодке я штраф не получу. Здесь он не штрафует. Давай, 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 давай. А, сел. Здесь большой камень. Прям ступенька большая. Ооо. Эту ступеньку нельзя было обойти. Прям такая скала, как ступенька. Я на нее сел. Ну, хорошо, что мох. Мох не вредит лодке. Только тормозит хорошо. Главное, на голых камнях лодка скользит. Царабается, но скользит. А вот на... Где мох, она прямо как якорь. Так, здесь главное комары не кушать. Местами прям куча комаров летает. Ох, какая активно. Как активно. Камень, камень. Я не знаю, куда рулить. Уже было поздно. Камень, камень. Обходим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нифига себе, мне кинуло. Камера, подожди. У меня нет времени рулить. Я не могу сейчас... Где мне прицепиться? Где мне встать? Блин, камеру скинуло. Давай. Где-то пятый час уже. Через два часа начнет холодать и темнеть. Восень будет темно. О, нифига. Здесь активный спуск, хороший прям. Видно где-то на метр прям 100 метров длиной, и спуск где-то на метр прямо. И поэтому здесь течение хорошо идет. Тропинка велосипедная, пешеходная, она уже встала в сторону, ушла. Я ее не вижу. Это уже скоро начинается город Брюцинген. И сразу после него, почти без расстояния, город Форциен. Так, здесь сбоку можно пойти, но там ветки. Там поглыбже, но ветки. Давай, давай, сюда в сторону. Сыпанул. Сыпанул, ну ничего. Нормально, нормально. Все нормально. Может, непонятно, где здесь. Здесь везде мелко. Остаемся по центру туда. Тут везде камни. Жалко, что я не могу с вами поделиться всеми моментами, которые тут видно на речке. Иногда такие пороги, я аж кайф ловлю. Тут индустрия. Заводы, заводы, заводы. Река даже не скидывает свой темп. В момент, моментом, вот так вот бывает, немножко тихенько. Ну, река активно продвигается. И опять пороги, пороги. И это сейчас будет до конца так все время. Я очень рад. Единственное, что если здесь еще раз плыть, то надо после дождей, когда вода повыше. У меня плохая новость. На последнем пороге летел, камера стояла. Теперь она уже больше не стоит здесь. Ветка сбоку летела. Я рукой прикрылся, чтобы ветка пару это не ударила мне в лицо. А нижняя ветка, там несколько их было. Нижняя камера снесла вот так вот. Хоть она крепко держалась, но ветка толстенькая была. Скажем, как мои пальцы, несколько веток было. И хлыстанула, и камера назад. Я хотел схватить. А тут порог меня крутит, там камнями кидает. Надо было веслом работать, чтобы равновесие держать. И рулить. И тут ветка, блин. Фигня какая-то. Ну, жалко, конечно, камеру. Не то, что камеру жалко. Я ее купил примерно за сотни бушных евро. Но вот данные, то, что записывались сегодня, блин, жалко. Столько хорошо записывал. Сейчас еще все начинается у меня. Вот после этого моста начинается город Форцайм. Там буквально вот такие вот пороги все время будут. Вот такой зеленый порог. Водоросли вон. Или мох чуть такое. Застрял на пороге. Ну, я не застрял, могу продвигаться просто. Раз остановился, думаю, сниму. Заехал в порцию. Здесь оказывается впервые, сколько я здесь... Вот надо сейчас. Я как раз сейчас плыву. И как раз сейчас дамбу открыли. Спереди дамбу открыли. И вода спустилась. Потому что она сейчас, если посмотреть, она вот метра четыре вверху все время стояла. И здесь вот плавали на лодках. И как, блин, назло. Я думаю, чего воды мало? Почему я везде по камням лезу? Вот как позади, сзади меня камни. Я, получается, сейчас через центр города к Форцам плыву. Вот там центр. И вот лодки, которые больше не плавают. Вот тут видно, что... Да, около двух метров где-то спустили воду. Спереди там дамбы. Дальше плыть нельзя. Мне, получается, надо было сейчас здесь вылазить. Я хотел там спереди у мостика вылезти. И там пройтись, чтобы недалеко тащить. Если что, тут по траве придется тащить туда. Вот он город Форцам. Дамба была все время здесь закрыта. И вот эта вот передняя тоже была закрыта. Теперь они ее... Я никогда... Сколько я здесь живу? Больше 20 лет. Уже, наверное, лет 25. Все время здесь стояла закрыта дамба. Никогда не сливали воду. Почему сейчас сливают? Я впервые вижу вот этот грунт. Я планировал где-то там спереди вылезти. Пройтись за дамбу, за мост. И там спуститься. Теперь мне надо тащить далеко. Не знаю, сколько. Больше сотни метров. Сейчас хочу посмотреть. Тут соединяется другая речка. Может сюда к ней ближе тащить. Вот она речка. Солнце садится. Я мерзну. Я мокрый. Я бы мог бы лодку вот протащить. Это сколько? Метров 200. Может быть с чем-то. Вот там по лестнице спустился бы. Спустил и поплыл бы. Но буквально около двух километров проеду. И опять надо будет вылазить. Я думаю, не надо это. Я не буду это делать сейчас. Я это брошу. И сейчас я перейду. Покажу вот эту вот дамбу. Блин, я... Вот надо было им открыть. По планам я думал, вот тут вот где-то вылезу. Протащу через мост. И поплыву. Нет, блин. Открыли они. Спускают воду. Я такое никогда ни разу не видел еще. Я в костюме хожу в этом... В Неопрене. Как-то неудобно. Здесь только это... Суббота. Вечер. Люди все здесь в центре. Некоторые на меня так смотрят. Че я тут хожу в таком костюме? Купаться негде. Дамбу открыли. Спустили всю воду. Прям смешно. Я сейчас сестре позвонил. Она сейчас за мной приедет. Пока я немножко достану вещи, подсушусь полотенцем. Чтоб не мерз. Она меня сейчас отвезет к машине. К моей машине. Я мою машину заберу. И приеду за лодкой. Уже будет темно. Восьмой час уже, конечно. Прохладно. У меня хоть Неопрен, но он мокрый. И прохладно немножко. Свежо. Когда же сестра приедет, вот я жду. Она с этой стороны должна приехать. Приживаю, чтоб лодку там никто не забрал. Но она вообще-то четырехметровая. Навряд ли кто захочет таскаться с четырехметровой лодкой. Она нелегкая тоже. Поэтому я думаю, ее никто не тронет. Там у речки она может не так заметно. Все, лодку я забрал. Теперь еду назад к сестре. Завтра еще кое-что хотим предпринять. С детьми также. Где-то я локоть ударил. Не знаю. Может я камень где-то ударил. Не знаю, что-то болит у меня сейчас локоть. Сейчас съеду. В машине немножко согрелся. Уже переоделся. Уже тепло. Хорошо. Все, всем спасибо. Всех, кто присутствовал со мной. День был очень такой вот экстремальный. Я немало переживал. Немало адреналина выплеснуло у меня. Мне понравилось, но много камней. И как назло я говорю, почему дамбу открыли? Сестру спросил. Она говорит, тоже еще никогда не видел, чтобы дамба была открытая. Они изредка открывают. А почему? Может, чтобы почистить канал. Потому что мусора собирается много в канале. Не знаю для чего. Вот как выглядит дно у лодки. Это перед. Перед не так и шорканный. А начинается уже там, где начинался мой вес. По центру. Уже более шорканное. До этого было пару здесь царапин. Потому что я плавал большинство в глубоком местности. А вот сейчас последний раз я пошел на истоки речки. Где она почти не начинается, а где начинается уже более поглубже. И все равно слишком много камней. Она вся изцарапанная, как будто я прошел с наждачной бумажкой. Эти повреждения были. Здесь люди ремонтировали. Очень мягко здесь. Надо будет как-нибудь чинить. Я бы, если чинил, сделал большую заплатку сюда. Все, заклеил бы и все. Вот, тут много слоев этого прозрачного лака. Ну, этого лака много слоев. Потом только материал идет. Ну, короче, хорошо пострадал. Но ничего. Не пропускало ничего. Все отлично. Они также внутри чинили. Видно, как чинили. Вон. А, да, ее проломило. Это ужас. Тут надо ехать. Проломило. О, это я даже не видел. Лак. А это... Можно отломать. Как так можно вообще работать здесь? Эта слепушка откручивается. Вот тут на болтах. Откручивается и можно. Нужно чинить. Это, конечно, не видно. Когда я покупал, это было приклеено. А сейчас то, что я несколько раз... Не несколько раз, а уже прилично стукало камнями. И вот, начало работать. Ну, это непонятно, что это... Краска просто. А материал вон, внизу. Он не испорченный. Насобирал на речке. И то не все. Где, где была возможность, я их подхватывал на берегу или в воде, затонувшие. Это банки, бутылки. У них вот такой вот знак. Это значит, что за них можно получить 25 центов. 4 банки такие, уже 1 евро. И вот так вот, как говорится, зарабатывал по пути, по спуску на речке. Мог заработать. Тут не знаю сколько. Ну, пару евриков. Наверное, 3-4 евро будет здесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.